Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа Разворот. Сегодня ее проведу я, Артем Липин, за звукорежиссерским пультом Евгений Копеин. И сегодня у нас в гостях независимый депутат Сэй Малдис Гобземс. Здравствуйте. Добрый день. Мы не успели в новостях дать информацию. Она появилась буквально только что. Стали известны данные по коронавирусу. Это сразу объявлю, что за сегодня в Латвии зарегистрировано 75 новых случаев заболевания. И один человек, к сожалению, умер. Вот как вам кажется, из этих 75 кто-нибудь был в субботу на встрече с вами, на этой большой, не знаю, как его назвать, митинги-встречи? Знаете, как я вообще думаю, что людям надо перестать бояться. Надо продолжать жить свою жизнь. И надо верить в свой иммунитет больше, чем верить правительству. Только наш иммунитет может нас спасти, если мы так смотрим. Не надо смотреть это безобразие, что сейчас, например, в кафе можно пить алкоголь, а танцевать нельзя. Как это помогает избежать коронавируса? Ну, потому что, когда танцуешь, сложнее заблюдать дистанцию и активнее дышишь. Ну, знаете как, я думаю, что я очень хороший пример. Я в субботу целовался, обнимал людей, которые хотели со мной обняться, делать селфи и так далее. Дал руку, полтора часа. Если через месяц я еще буду жив, тогда я думаю, что мы можем 100% говорить, что эта вся ситуация одна очень большая афера. Ну, вы же понимаете, что вы это один пример из двух миллионов латвиццев. Смотрим Беларусь, смотрим в Америку, смотрим Германию, где полтора миллиона на улицах вышли. Смотрим Францию. Ну, это не только мой пример. И поэтому я это каждый день говорю. Я тоже считаю, что вирус есть, что, к сожалению, кому-то, может быть, не повезло. Но, конечно, вирус это не как, ну, по-латышке, я по-русски не знаю это слово, но это не мерзь, да, как 100 лет назад, да. Жизнь продолжается, ее надо жить, потому что самое большое наказание у человека остаться одним, где-то заключиться, ну, примерно на всю жизнь. Надо ехать к морю, в лесу, надо работать, танцевать, продолжать свою жизнь, да. И даже Библия сказана, что надо радоваться жизни, что это помогает здоровью. Ну, каждому врачу это можно спросить. То есть, если человек в плохом психологическом состоянии, да, у него здоровье, ну, не улучшается. Это, извините, я бы сказал, что мы не хотели остановиться очень долго на коронавирусе, это все-таки немножко другая. Тут, кажется, хороший момент для того, чтобы сказать, что мнение гостей студии не всегда совпадает с мнением редакции. У нас в последнее время эта фраза стала актуальна, к сожалению. Но я хотел вас о другом спросить, потому что про количество мы немножко поговорили участников до начала эфира. Одна информация, там, в начале лета поговорило 200 человек, сейчас госполиция говорит 400 человек. Вы говорите, что больше 2000 людей. В любом случае, сколько бы ни было человек, это были сотни людей, это было массовое мероприятие, сотни, может быть, тысячи людей. Массовое мероприятие, и судя по видео, судя по фотографиям, как раз 10 октября был первый день вступления новых ограничений на мероприятие, и количество людей, и правила. В том числе, там, хорошо, если там до тысячи человек, больше тысячи человек, это сейчас нет четкой информации, то, по крайней мере, что у каждого человека должно быть 3 метра, квадратных метров своего личного пространства, это одно из условий такого рода мероприятий. У меня, скорее, вопрос, к вам еще не обращались со стороны Минздрава, или еще каких-то, там, не знаю, выплатить штраф, или какие-то понести... Знаете как, знаете как, официальные службы говорят, ну, и телевидение говорят, что было 200 людей. Да. Где проблема? Но все равно нет дистанции. Во-вторых, ну, а по закону нет такого закона. Я могу с вами сейчас, например, я могу поздороваться, я могу вам дать руку. Да, мы можем стоять близко, потому что мы вдвоем. Ну, и даже если мы вдвоем, да, и даже четверо... Ну, нет такого закона, да, и все взрослые люди, все сами принимают свои решения. Ну, как это может быть, что кто-то в правительстве скажет, ну, ты можешь, ты сейчас не можешь поздороваться с кем ты хочешь, да. Это против ограничения человеческих прав, да, основных прав, да. Никто мне, я юрист по образованию, никто мне не может сказать, ты не будешь здороваться с людьми, которые хотят с тобой здороваться, да. Да, никто не может это запрещать мне. Никто мне не может запрещать идти на улицу. Никто. И я думаю, что придет время, что про этот вопрос будет судебный процесс. Раньше или позже, да. Как в Нюрнбергске вы имеете в виду? Ну, я думаю, что это вопрос конституционального суда с отверстием СТС или как минимум административный процесс, да. Потому что такие ограничения, ну, право человека выше, чем то, что госпожа Винтель что-то сказала, как она хочет делать, да. Ну, хорошо, я, опять-таки, мы не хотим на этом остаться, потому что, да, да, да. Я только говорю, это юридический, юридический просто вопрос. Наша конституция говорит одно, да, и не может быть против нашей конституции. Это даже, например, ситуации, даже в советское время, да, никто не принял такие решения. Даже сто лет назад, когда в территории Латвии была реальная болезнь, реальная, когда люди умирали, да, даже в то время не были такие запреты, как сейчас. Хорошо, я, мы, может быть, все-таки вернемся, мне сейчас все-таки вот очень интересно, когда у вас было, возвращаясь вот 10 октября, как это, кстати, правильно назвать, собрание, митинг? Собрание, да. Как было вот это собрание, вы объявили, что вот хочу, чтобы вы написали свои пожелания, бумажки, и что вы их обязательно прочтете, вы уже начали какие-то разбирать там несколько? Знаете, как я не успел еще, потому что, ну, их, во-первых, очень много, во-вторых, с 10 до этого дня я получил, ну, примерно тысячу смс, звонки, письма. И это очень большая работа, да, потому что я политик, который отвечает всем, всем, которые мне звонят, всем, которые мне написали что-то, и это, ну, какое-то время мне надо. Но я думаю, что в конце этой недели и начну, и прочитаю все, и придумаю, как это показать. А вот общаясь с людьми и получая вот эти звонки, сообщения, какая основная или какие основные претензии к государству сейчас у людей? Про ваше мы еще поговорим, вот именно от людей. Знаете, как, моя просьба была написать что-то хорошее про наше государство, да, не плохое, а хорошее, потому что слово, которое мы говорим про государство, и если мы это написали, ну, я верю это, что если таких слов много, они и придет в Латвию, да, такая ситуация. Поэтому мы в субботу и не говорили про плохое, мы говорили про то, что, ну, фактически мы дали хорошие мысли. Там была очень хорошая атмосфера, все, которые там были, это может подтвердить, да, позитивная такая атмосфера, такая вера в будущем, что что-то в Латвии может измениться. И если мы говорим про число людей, я думаю, что очень просто проверить это. Вы можете посмотреть фотографию 100 депутатов Сейма. Да, я видел эти сравнения, да. Официальная фотография 100 депутатов и посмотреть эти 200, эту толпу, которые... Нет, там действительно явно больше 200, я вот возвращаюсь, я прослушал вашу речь, естественно, я послушал еще какие-то другие речи, не все, к сожалению, но какие там он посмотрел, и я, к сожалению, не очень понял конкретики, в том плане, что общая тональность была такая, вот у нас сейчас есть там, у нас сейчас плохо, мы хотим, чтобы было хорошо. Вот я так это понял, что сейчас плохо, конкретно, вот если можно, какие-то три вещи, которые вас наиболее не устраивают в Латвии. Опять, это было, суббота была как такая тренировка, я перед этим говорил, что нам надо учиться идти на улицах. Да, вы говорили, что это проверка. Если мы хочем изменения, нам надо это учиться делать, это было такое первое задание, да. Второе, в этой ситуации, в принципе, ну, говорить, что завтра мы что-то очень поменяем, ну, это глупо, потому что это ясно. А что вы хотите поменять в целом, год, год, пять? То, что, какая была моя задача, и мне кажется, что мне удалось это людям сказать, что мне удалось дать немножко веру, немножко дать веру в том, что мы можем жить в обществе, где русские и латыши между собой не воюют, а дружат. Дружит, да, и мне кажется, что люди хотели это услышать, что есть политики, которые говорят немножко по-другому, как до сих пор, что, ну, там, латыши против русских, русские против латышей, да, как всегда, последние 30 лет. Я говорю, стоп, это достаточно, нам надо начинать объединиться. Хорошо, первая претензия – это национальные вопросы, что еще? Ну, если мы говорим про экономику, я думаю, что каждый знает, ну, там вопросов много. Каждый знает, кто может, не может открыть банковский счет, что вообще в Латвии происходит, да, я думаю, что каждый, который находится в бизнесе, знает, какая ситуация в Латвии, да, в сравнении, там, хоть бы Эстония, Литвы, да, не будем говорить про другие страны, да, вчера была новость, что в Латвии уже, у Латвии их журналистический продукт уже меньше, чем в Румынии, да? Ну, мы и страна поменьше, чем в Румынии, мягко скажем. Нет, процентуально, процентуально. Мы уже, за нами только Булгария, мне кажется, и Греция только, и все, да, если мы смотрим про инвестиции, тогда, я вчера смотрел в Эстонии, 27 миллиардов в этот год, да, в Литве – 21 миллиард, в Латвии – 17. Да, вы говорили это в своей речи. И так далее. Я думаю, что мы можем все подряд. Образование. Ну, у нас есть хорошее образование сейчас. У нас хороший министр образования. Здравоохранение, да. Я думаю, что все те люди, которые не получили эти услуги, которые им понадобилось бы получить в это время, может дать ответ. Транзит, да, порты, и так далее. Да, смотрим везде, где Латвия на первых местах в мире или Европе. Самоубийство… Ну, кстати, Литва и Эстония тоже в одних лидерах по самоубийствам. Латвия… И Литва, мне кажется, даже еще хуже, чем Латвия. Латвия на девятом месте в мире. Да. Да. Смотрим дальше. Все эти показатели – это официальная статистика. У нас рекорды там, где негативные показатели, а там, где позитивные, мы на последних местах все время. Я думаю, что люди это могут почувствовать в своих кошельках. И это основной вопрос, что нам надо менять. Мне кажется, в любую страну, если поехать и спросить у местных жителей, я очень хорошо помню, для меня это было немножко шоком, когда я… Я стал ближе общаться с эстонцами, у меня появилось много эстонских друзей, и они говорили, вот у вас там в Латвии вот это хорошо, вот это хорошо, не то, что у нас в Эстонии. И я говорю, ребят, мы на вас смотрим и завидуем. А в каждой стране есть претензии к местному правительству. А знаете, где проблема, где разница? Ну, где? Мне такое чувство, это мое субъективное мнение, но у меня такое чувство, что бизнес Латвии и люди Латвии больше не верят нашей государстве. А в остальных странах не верят? Ну, я думаю, что в тех странах, где люди поехали жить или где поехали делать бизнес, верят больше, да? А вот к нам Беларусь приезжает сейчас. Ну, сколько? 12, сейчас будет уже 15. Ну, если мы сравниваем с другими странами, тогда тоже это очень большой вопрос, это поможет нашей экономике или нет. Но в основном, основные жители Латвии больше, и это очень большая, это очень-очень большая проблема. А что вы хотите сделать по этому поводу? Потому что, я, кстати, на всякий случай, просто чтобы нас не обвиняли в фейк-ньюс, я сейчас перепроверил, 16-е Латвия занимает место самоубийством, тоже слишком высокая, абсолютно согласен. Ну, я вчера смотрел первый канал латвийской телевидении, там это говорили. Ну, если первый канал с ЛТВ-1, если они неправильную информацию поставляли, ну, тогда извиняюсь. Ну, просто чтобы мы не поставляли неправильную информацию, это не чтобы вас поправить. Так вот, какие конкретные решения? Потому что очень, ну, как бы хочется быть за все хорошее против всего плохого, но отдел это что? Так, начинаем. У нас государственный сектор, ну, слишком большой, у нас его надо уменьшать. Ну, если не ошибаюсь, над ним сейчас работают 2% в год, и получается 6% в 3 года. Ну, что это означает 2% или 3%? Если мы смотрим вообще общие цифры, да, это ничего не меняет. Государственный сектор Латвии примерно 300 тысяч людей, государственный сектор. Ну, так это же учитывая учителей, это учитывая полицейских тоже всего сектора. Ну, это надо там посчитать, сколько работает этих государственных... Вы имеете в виду чиновников имеется? Не только чиновников, не только, везде. Потому что основную часть, это не только учителя и не только полицейские, да. Но я только сравнение скажу. Например, Рыжская дума, у нас 60 депутатов. Например, Монреал 25, там 6 миллионов людей. Лондон 25, да. В Риге, где 600 тысяч людей, 60 депутатов. Это один пример, да. Другой пример. Государственный сектор, это тоже Монреал, да. 35 или 40 тысяч людей, да. 6 миллионов людей там живет, да. Это одна часть. У нас государственный сектор 300 тысяч, у нас частный сектор тоже 300 тысяч. Дальше, смотрим. Вот вы сейчас говорите про чистку сейчас, а делать что? Вы хотите просто взять и каждого второго уволить? Конечно, надо уволить. Очень много людей из государственного сектора. Как вы выберете, кого именно увольнять? Ну, там надо смотреть все... Например, начинаем с министерства. Один пример. Почему у нас есть министерство экономики и министерство... Финансов. Нет, заимкопиапс, например. А, сельского хозяйства. Да. Делает, в принципе, ну, сельское хозяйство, это не бизнес, это тоже бизнес. Это не экономика, это экономика, да. Но, с другой стороны, у нас спорт, наука и образование под одним министерством. Ну, дальше, смотрим, почему у нас, ну, если мы говорим про безопасность, почему у нас не может быть одно министерство безопасности? Почему у нас внутреннее и внешнее и внутреннее безопасность? А, дальше, смотрим дальше, ну, вообще, вообще, если мы смотрим, почему в Латвии надо 13 или сколько этих министров, да? Зачем? Зачем? Ну, на каждую сверху. Я, понимаете, я просто пытаюсь... И если мы идем дальше, я очень много лет назад был директором агентства о неплатежеспособности, да? В то время в этой агентстве работали, мне кажется, 20 людей, да? И были, сколько там, 300 или 500 администраторов. Сейчас администраторов меньше. В такой агентстве сейчас работает 100 людей. Что-то такое, да? Бюджет очень большой. Что они делают? Что это изменяет, да? И так далее. Мы можем по позициям идти и смотреть. Это одна часть. Вторая часть, конечно, у нас, ну, если мы смотрим про бизнес, у нас конкуренты не способны налоги на зарплату. То есть, уменьшат налоги? На зарплату, конечно. Ну, если ты инвестор и смотришь, что в Эстонии на 30% дешевле все, там, электричество, налоги на зарплату. Если налоговая инспекция по-другому себя ведет, ну, конечно, не будут там идти. Поэтому и есть там 10 миллиардов больше инвестиций, чем Латвии на этот год, да? И на 10 миллиардов, да? Это не 10 тысяч или не что-то, 10 миллиардов больше в Эстонии. В Эстонии меньше людей живет, да? Извините, мы сейчас, нам, к сожалению, нужно прерваться на небольшую рекламу, после чего мы продолжим наш разговор. Не переключайтесь. Продолжается разворот на радио Болтком. Артем Ливин в студии, Евгений Копеин звукорежиссерским пультом и в гостях Алдис Гобземс у нас. Мы продолжаем обсуждать, как изменить Латвию. Прежде чем мы продолжаем опять конкретики, мне тут такая порисовая аналогия в голову. Я не знаю, насколько вы следите вообще за российской политикой? Так, если вкратце. Ну, что-то, конечно, знаю, что-то не знаю. Просто вы меня очень напоминаете, особенно когда вы господина Бурова зацепили за часы, вы мне очень напомнили господина Навального. Не знаю, насколько вы... Проблемы, знаете, как. У меня нет проблем, у меня тоже дорогие часы, мне кажется, что есть. Но есть немножко разница. Вы про декларацию. Я работал в частном секторе, занимался бизнесом и так далее. Господин Буров был чиновником. Чиновником, который, он в телевидении говорит, что у него друг подарил. Ну, кто верит таким? Это чушь. Так вот, я про это и говорю. Вы, может быть, не так следите, но вот Алексей Навальный, оппозиционный политик российский, который сейчас у нас, не у нас, в Германии лечится, он тоже с этого начинал. Ну, знаете, как, это не было какая-то, это не компромат и так далее. Но я всегда говорю в открытую, всегда, да. Я только показываю это все до укоса им. Двуличие. Да. И знаете, как, мы все это знаем, да. Мы знаем, что есть в Латвии коррупция и знаем, что, ну, всегда она и будет, да. Но проблема другая, что людям надо понять, что можно зарабатывать, можно зарабатывать и легально, и это нормально, что у мужчины есть дорогие часы и так далее. Все, нет проблем. Есть только одна разница. Но если ты говоришь, что у тебя есть друг какой-то, который, ну, там, на 20 тысяч тебе подарил часы, ну, кто нормальный человек, ну, все посмеялись и все понимают, да, как реальная ситуация есть. Почему чиновнику кто-то такие часы дарит, да. Извините, я просто, мы часы, часы понятные, я просто это все подводил к тому, что Алексей Навальный главный оппозиционер вообще считается. Вы могли бы себя назвать вот главным, ну, не главным, но таким серьезным оппозиционером Латвии в целом? Я думаю, что мы идем на то, что я уже сейчас являюсь основным, главным, ну, депутатом в оппозиции, ну, самым популярным депутатом из оппозиции. Я вообще думаю, что я один из самых популярных политиков Латвии, и в ближайшее время, ну, наверное, будет так, что я не только буду один из самых популярных политиков Латвии, я уверен, что я буду самый популярный политик в Латвии. Вы собираетесь делать партию, точнее, она уже объявлена, что будет, и в ноябре, если я правильно понимаю. Я понимаю, 22 ноября мы узнаем, наконец-то, как она называется, если, конечно, вы не хотите нам сейчас тут эксклюзивчик сделать. Один месяц надо подождать. Ну, хорошо, подождем ведь за всеми. Когда, я понимаю, что ваша цель это Сейм, это премьер-министрское кресло, если я правильно понимаю, вы надеетесь получить больше 50% голосов, если я правильно понял вашу мысль. Я думаю, что ситуация, в которой находится страна, и все то, что будет связано с коронавирусом, и все эти решения, которые государство принимает, переведет к тому, что политик Гобзем со своей командой получит очень много голосов. Будет ли это больше 50%? Ну, надо на это работать. Я хочу сказать, что разница с тем, которая была два года назад и в ситуации сейчас, ну, очень большая. В тот момент было меньше возможностей получить 51%. Там была сложная ситуация, ну, как найти, как найти электорат, как с ним говорить. Сейчас так много свободного электората, как сейчас, вообще в истории в Латвии никогда не было. Свободного в том плане разочаровавшегося в своих предыдущих выборах? Это одна вещь. Другая вещь, я думаю, что партии Согласия тоже больше не получат никогда так много мест в парламенте. Я думаю, что Зелёный тоже сейчас на данный момент ищет себя лидера и не может найти. Там тоже есть одна проблема. И все решения, которые будут приниматься дальше в связи с коронавирусом, я думаю, что там и можно найти даже электорат, который до этого был лоялен, единство и так далее. А если вы, даже не так, а в целом, есть ли сейчас политические силы в Латвии, неважно, они в парламенте, в Рижской думе или ничего еще пока не добились, есть ли политические силы, с которыми вы готовы сотрудничать? Или все в оппозицию, все мими? Ну, знаете, политики надо разговаривать со всеми. Но, наверное, красная линия, наверное, будет с единством. С единством? Да. Почему именно с ними? Потому что они ответственны за то, что в Латвии происходит. А все партии, которые сейчас с ними в коалиции находятся, которые как бы поддерживают эту же политику, готовы ли вы будете говорить с консерваторами, с националистической партией? Ну, консерваторы не пройдет следующий сей день. Нацобъединение? Ну, они, наверное, что-то могут получить. И вы готовы с ними сотрудничать? Ну, я готов говорить только на те условия, которые мне кажутся правильными. И так как я уверен, я полностью, это может быть, ну, так, люди не привыкли так услышать, но я уверен, что я побежду на следующие выборы. Да, вы говорили об этом много. 100% уверен. И получу больше, чем предыдущие выборы. Ну, намного больше. Мы можем только просто посчитать. Две партии на последние выборы, консерваторы и КПВ ЛВ, вместе получили 32 места в парламенте. КПВ не пройдет, это ясно. Это 16 мест. ЕКП, наверное, тоже не пройдет. Ну, даже если пройдет, ну, больше, чем 5-6 мест не будет. Но вы так говорите, как будто все те, кто голосовал за эти партии, придут к вам. Ну, конечно, это основной, это очень большой электорат. Знаете, как я каждый день, день говорю с людьми, много. Люди мне, со мной хочут поговорить. Я же знаю свой электорат. Я знаю, за кого они голосовали. Они мне это рассказывают. Я вижу, как люди поменяли свое мнение. Знаю, который у меня основной электорат. Знаю, где мне еще надо работать и так далее. И это очень важно для политика, что он общается с людьми, которые хочут с политиком поговорить. Я понимаю, просто исходя из того, что вы говорите, что у КПВ консерваторов столько, но ведь многие, не знаю, те, кто голосовали за КПВ и ЛВ, они могут проголосовать за АТС и БЭПАР или за прогрессивных. Могут вообще ни за кого не проголосовать. Знаете, как, ну это никакая тайна, за консерваторов и КПВ и ЛВ голосовал этот протест электорат. Да. На данный момент этот электорат, эта часть электората уже больше, чем два года назад. Ну и вы, вот это ваша целевая аудитория, это протест на электорат. Ну, это очень большая часть, но не только этот электорат, но это, откровенно говорить, так и надо сказать, но это никакая тайна. Про меня будет голосовать очень много из тех, которые будут голосовать протестные голосования. Все больше аналогии с господином Навальным. Я вам и рекомендую ознакомиться с его политической деятельностью. То есть, очень много, вот протестное голосование, борьба с оппозицией. Например, например, опять пример. Я перед выбором на Рижскую думу сделал прямой эфир на своем Фейсбуке, который смотрит много людей. У меня большая статистика пересмотров моего Фейсбука. И я сказал людям, как надо голосовать. Я сказал, что надо, например, если люди голосуют за Атыст и Байпар, кому надо поставлять плюс, и кому, может быть, не надо поставлять плюс. Из всех этих людей, которых я назвал, что надо поставлять плюс, прошли, один не прошел. Один не прошел. Все остальные прошли и попали в Думу. Тех, которых я в моем эфире назвал. То есть, вы назвали, получается, 19 человек, и из них по 17 прошли? Да. Да. А вы призывали голосовать за Атыст и Байпар прогрессивных? Я вообще говорил, что мне было бы выгодно, чтобы прошли и зеленые тоже. И если мы смотрим по статистике, я тоже сказал, что не надо голосовать за партиями. Ну, теперь надо вычеркнуть первые 20 кандидатов. У кого? Ну, у всех. У вас в левые партии же прошли как раз первые. Но я говорил, что у Атыст и Байпар есть немножко другая ситуация, я назвал конкретные люди. А, понятно. А у всех остальных первые 20 кандидатов? Ну, там или первые 20, или основной принцип, что первые 20 надо вычеркнуть и так далее. И если мы смотрим статистику, тогда было сотни бюллетенов, где первые 20 были вычеркнуты. Так что я могу сегодня сказать… А это вы так оцениваете свое влияние на электорат? Я думаю, что мой электорат меня слушает. Спасибо ему. И потому что я всегда был справедлив. Я всегда говорил открыто. Даже если это неприятно. И люди оценивают честность. Честность – это не только не украсть деньги, не украсть деньги. Честность – это и честное мнение про все, про любую ситуацию. И они привыкли. Люди, которые следят за мной и каждый день читают то, что информация, которую я даю, им это важно. Давайте мы успеем принять несколько вопросов. Потом еще с вами поговорим. Наденьте, пожалуйста, наушники, чтобы услышать наши голоса. Здравствуйте. Здравствуйте. Да. Ваш вопрос, пожалуйста. Меня Александр зовут. У меня в принципе вопросов нет. Я за политикой перестал следить, наверное, пару лет, потому что как бы ничего не изменялось. И на последних выборах я не был. Раньше как-то все время ходил. А вот сейчас услышал новый голос. Вот извините, не знаю, как зовут вашего гостя. Аудес Гобземс его зовут. Я понял. И вот услышал что-то новое. По крайней мере, услышал голос, который мне понравился. И человек, который... Спасибо. Спасибо, да. Ну вот просто комплимент наших слушателей. Давайте, может быть, тут все-таки будут вопросы. Да, здравствуйте. Добрый день. Вот, господин Гомзот, не кажется ли вам... Вот вы сказали, возглавление структуры, значит, государственного было 20 человек, стало 100 человек в 5 раз, да? Вот не кажется ли вам, что на данном этапе сейчас, когда ничего не меняется, и мало кто во что верит, что изменится, с вашим участием, без вашего, я не очень верю, был у вас на митинге, что вот сейчас самое правильное было бы объявлять, вот, значит, институция такая-то, вот, скажем, таможенная служба в Эстонии, мы знаем, что она на треть меньше, чем у нас, и собирает налогов на 25% больше. И вот вы привели, значит, свой пример, и вот просто называть, столько-то чиновников сидит в такой-то конторе, в таком-то году столько-то сидело, а в Эстонии и в Литве столько-то. Вот я думаю, это, значит, было бы самая действенная часть. Согласны вы со мной или нет? Если да, то вот, по-моему, с этого надо начинать, потому что можно цифры по дорогам приводить, я могу много цифр по медицине. Спасибо большое, извините, что я воспринял, времени так много, вопрос. Ну, во-первых, не всегда это правильно все сравнивать, но, во-вторых, мне надо сказать, что перед прошлым выбором мы дали этот пример с налоговой инспекцией, что в Латвии работает примерно 4, сколько там тысяч чиновников налоговой, в Эстонии работает почти в два раза меньше, да, в Эстонии люди меньше, чем в Латвии, а в налогах государство получает на пару миллиардов больше, да. Такой пример был перед выборами в 2018 году. Ну, это нормально сравнивать, не всегда это правильно, из этого какие-то решения принять, да. Но мы не можем просто взять и делать, как в Эстонии. Ну, и не надо, но я думаю, что основной ответ, это совсем ясно, что у нас слишком большой, ну, огромный государственный сектор, и его надо уменьшать как минимум на процентов, ну, я же, я даже сказал наполовину, да, но вообще, ну, как минимум на процентов 30. Ну, если это не сделать, ничего нельзя здесь изменять. Ну, нельзя думать, что мы в Excel будем поставлять, ну, сейчас будут новые какие-то налоги, и всё пойдёт хорошо. Ну, так не будет. Тут вот в WhatsApp пришёл вопрос, который максимально совпадает с тем, что я хотел вас спросить. Добрый день, Аудес, вы говорите абсолютно правильные вещи, но почему-то, как только человек получает власть, всё меняется. В любом случае, удачи вам. Вот, действительно, у нас и в Латвии, и вообще в мировой политике столько было примеров людей, которые, находясь за пределами власти, в оппозиции, говорили правильные вещи, вдохновляли людей, потом приходили, какое-то время держались, а потом, ну, что далеко ходить. Наверное, мне кажется, господин Ушаков лучший пример, когда он пришёл в Ригу, столько всего изменил, сделал, а потом, ну, мы видим, как это всё закончилось. Ну, знаете как, ответ на три части. Первая часть. У меня уже была возможность пойти к коалиции два года назад. Да, когда КПВЛВ было. Я это сделал? Не сделал, да? Я не сделал, потому что остался у своих принципов, да? Это во-первых. Во-вторых, я думаю, что это очень важно у каждого человека понять, что любой какой-то мой ответ, но я могу говорить, нет, я всегда буду там хороший и так далее, но это ничего не означает. Я могу только людям сказать, вам надо почувствовать с сердцем, а только с сердцем вы получите правильный ответ для себя, и всё. Если вы будете с умом там думать и что-то считать, никогда не будет правильный ответ. И третий, про политиков. И я про себя это тоже говорю, про любого политика, везде. Я думаю и считаю, что профессия политик не должна быть на всю жизнь, потому что может случиться так, и в Латвии, наверное, и случилось, не только в Латвии, что люди, госпожа Винтела сейчас очень, ну, хороший пример, что человек уже не живёт в реальной жизни, он где-то плавает, он уже не понимает реальность, да? Он так долго был там, что он не понимает реальную ситуацию. И я думаю, что поэтому демократия – это правильно, что, например, президент не может быть всегда и так далее. Ну, есть страны, где есть по-другому, но только пару примеров, я думаю, что истории есть, если человек там полжизни руководил страной, и всё было хорошо. То есть вы там, скажем так, становитесь премьер-министром, свои там, не знаю, сколько-то лет отрабатываете, и складываете полномочия сами, и даже если вас продолжает поддерживать народ. Ну, я только, ну, если поддерживает, это одна часть, но если я, например, как премьер, начинаю делать какие-то неправильные вещи, что надо было делать у народа, и то, что я призываю сейчас, надо учиться, надо уйти на улицах. Ситуации можно поменять только на улицах. То есть не демократическими методами, а… Это демократия, если мы смотрим, это в Англии, Франции люди идут на улицы. Это не означает, что надо какую-то силу, что надо там оплопить шняп, вейклс. То есть вы призываете не к протестам и погромам, ну, в смысле не к погрому, а к протестам мирным. Ну, показать своё отношение в ситуации. Ну, если… Латвия, например. Если завтра у нас в центре Риги пришли бы сто тысяч людей сказать, что всё, мы не хочем так жить дальше, как было, я отвечаю, на следующий день мы проснулись бы в другой Латвии. Ну, вот мы видим ситуацию, если совсем уже коротко затронуть, когда вот в Беларуси сейчас ситуация, которая происходит, там многотысячные, сотни тысяч людей выходят на протесты, и, ладно, официальная власть говорит о том, что их намного меньше, и вообще это неликвидные, и проплаченные Западом люди, но даже здесь, в Латвии, есть люди, которые поддерживают официальную белорусскую власть, они говорят те же самые аргументы, я знаю даже нескольких людей, которые приходили к вам на встречу 10 октября, они говорят про то, что… Такие же аргументы, как говорят про встречу, которая произошла у вас, что там было намного меньше людей, что это вообще не имеет значения, то же самое говорят про те протесты. Как вот… Ну, знаете, как ответ очень простой, но даже… Ну, у меня нет ответа, что происходит в Беларуси сейчас, да, где там правда и истина, да, но то же самое время я хочу сказать, что на данный момент это очень хороший пример показать, что люди пошли на улицы и господин Лукашенко уже больше не тот, который был полгода назад. Все. Но при этом ситуация в стране не изменилась. А кто-то скажет, что да, вот это стало только хуже. Но уже ясно, что он не такой, если мы даже смотрим про его возможности говорить, ну, как президентом с других стран, да. Ну, это правда. И поэтому люди пошли на улицы, хорошие и плохие, мы не будем про это говорить, да, где правда, на которой стороне. Но ситуация была такая, люди пошли на улицы, и за полгода уже все, за пару месяцев уже господин Лукашенко не тот, который был в начале этого года. Последний, наверное, вопрос, потому что у нас, к сожалению, время уже подходит к концу. Когда вы приглашали людей прийти 10 октября, когда вы призвали людей выступать, в том числе на сцене, если я правильно понял, ваш послал был такой, что выступить может кто угодно, кто не согласен с тем, что сейчас происходит в стране, кто хочет изменений, каких-то перемен. Вот те речи, которые прозвучали, вы со всеми ними согласны? Это все ваши соратники? Или все-таки там были вещи, которые были сказаны, которые вы не готовы принять? Это правда, что я приглашал людей, которые не все будут... Это не было мероприятие, чтобы сделать партию. Это было мероприятие, чтобы обсудить ситуацию в стране. И поэтому каждый сам отвечает за свою речь. Да, конечно, мне были советники, которые мне предлагали какие-то варианты. И, ну, получилось на первый раз такие люди. На следующий раз, наверное, будет, и я знаю, что будет в следующий раз тоже в какой-то момент, будут уже другие люди и так далее. А есть ли что-то, что было сказано, с чем вы хотели бы публично сказать, что спасибо человеку, что он выступил, но вот конкретно с этим тезисом, я не согласен и хочу сказать об этом. Я хочу сказать так. Цель мероприятия был дать, как сказать, чисто как мне, как у человека, было важно дать любовь и веру немножко в будущем. И поэтому я бы не был согласен немножко в ту сторону, если кто-то, ну, если там была какая критика. Я сам хотел говорить позитивно и хотел, чтобы все остальные, которые на мероприятии были, говорили с позитивной стороны. Это основное, да, но все по сути ситуации, про что мы говорили, да, если мы смотрим, тогда это никакая проблема, мне сказать. Я за традициональные ценности, например. Но это то, о чем объявлялось тоже со сцены. Я всегда говорил, да, я говорил, что мне кажется, это не то, что у меня была какая-то ненависть против ЛГБТ-сообщество. Другое, ну, общество. Но я так как человек считаю, что мать, у которой четыре дети, да, у нас находится много... Ну, ситуация у нее много хуже, чем у других, да, и мне кажется, что ее надо защищать. Ну, это нормально, ну, любой нормальный мужчина так бы считал. Ну, если мы смотрим, как живет, какие социальные гарантии, как она может вернуться на работу и так далее, да. Я очень прошу прощения, что мы так вас обрываем, но у нас совсем время уже подходит к концу, нам пора заканчивать эфир. Но я думаю, что все желающие могут зайти к вам на страницу в Фейсбуке и посмотреть вашу речь, речь о ваших соратниках и увидеть ваше мнение. У нас в гостях был независимый депутат Сейма Алдис Гобземс, Ратем Липин провел этот эфир, звукорежиссер Евгений Копейн. Спасибо большое, что были с нами. Спасибо.